Кто меня не знает, зовут меня Андрей. Я прораб компании «Новая Эра» и именно веду и занимаюсь направлением ремонта в квартир. Сейчас мы находимся на одной из квартир. Наша миссия ремонта на этом здесь заканчивается. И хотелось бы показать вам, и кто тем более смотрел первичные обзоры, чем здесь все заканчивается, какое качество и что получилось. Сейчас мы находимся в зале. В принципе, задача такая типовая. Сделана скрытая подводка айтишных проводов для просмотра интроактивного телевидения. Здесь провайдер просто целиком. Две штатные розетки 220 под телевизор, приставку, возможно, игровые приставки. Стены выравнивались, шпакревались. Поклеены обои, смонтированы натяжные бельгийские белые матовые потолки. Раззонировано освещение, то есть отдельно работает люстра. Отдельно включаются светильники. Так, люстра такая индивидуумная. Отдельно включение светильников. Из дополнительных декоративных элементов на потолке имеется скрытая ниша. В скрытой нише располагается потолочная гардина для крепления штор, тюли. Также в данной квартире уложим одной общей увязкой такой вот ламинат. Розетки, выключатели также, в принципе, все переносились. Они делались именно по те потребности клиента, которые ему необходимы. В данной квартире два санузла. Один санузел совмещенный. В себе он имеет вот такую вот акриловую большую ванну. Унитаз с инсталляцией. Еще один санузел. Там вот именно только туалет. Сейчас тоже его покажем. На потолках глянцевый бельгийский белый лаковый потолок. Светильники GX53 очень оптимальный вариант для таких помещений. В принципе, вообще для потолочного освещения, где применяются натяжные потолки. Здесь у нас спальня. Спальня из декоративных элементов. Это двухгоровневый потолок. В данной нише будет размещаться большой шкаф-купе, который не будет иметь боковых, задней стены. Там будут только полки, как гардеробная. А его направляющие будут фиксироваться прямо к потолку, в нишу и по полу. То есть он будет как летая конструкция в общей вязке со стенами и с потолком. Также в этой квартире. Квартира у нас угловая. Квартира имела 6-метровую лоджию. Лоджия ограничена с этой спальней и с кухней. По заданию клиента лоджия разбивалась на две половины. То есть мы ее изолировали от кухни. Здесь сделали выход. Как продолжение комнаты, это очень комфортно. Стена эта имеет шумоизоляцию. Она собрана с железных профилей по системе КНАУФ и собрана с ГВЛ-листа. Также имеет внутреннюю шумоизоляцию. Стены здесь данной лоджии утеплялись. Самое главное, здесь менялась конструкция. На ту, которая как раз является теплый, широкий профиль. Три стекла от компании РИХАУ. Стены, потолки, полы утеплялись с пенополистиролом. Выводились теплые полы. Здесь полы теплые. Идет подающая труба на батарею. И обратно выходит через теплые полы и возвращается на котел. То же самое сделано и на кухне. Проем будет декорироваться следующим образом. Здесь будет стеклянная панель. На стеклянной панели будут хромированные ножки, на которой будет располагаться сама столешница, чтобы набрать нужную высоту. И вся эта конструкция перейдет в итоге в компьютерный стол. Здесь также получается, на лоджии есть доступ 220. И, соответственно, айтишный провод под компьютер тоже имеется. То есть, никаких проводов не тянуть. Весь доступ будет здесь. Соответственно, здесь тоже можно будет что-то дополнительно включать. Какую-то, может быть, игровую приставку. Возможно, какую-то подсветку. В общем, что угодно. Розетки здесь тоже есть. Соответственно, по комнате розетки после застройки, они тоже менялись местами, потому что здесь все рассчитано под тот спальный гарнитур, который будет стоять. Потолок также имеет гардину, потолочную, скрытую нишу. Также в этой спальне будет размещаться телевизор. То есть, есть айтишный провод для просмотра интерактивного телевидения и также штатные две розетки. Сейчас мы выходим в прихожую. Это у нас входная дверь. Откосы будут декорироваться той же доборной доской от той дверной компании, которая будет устанавливать двери. Также стоит обратить внимание на туалет. Здесь хороший большой туалет. Это такая интересная плитка. Унитаз также с инсталляцией. Здесь у нас мебельная столешница, под которой будет располагаться стиральная машина. Принудительный вентилятор. Он на отдельной клавише. То есть, отдельный свет, отдельный вентилятор. Это удобно. Потому что иногда делают вентилятор на свет, но это не всегда приятно. Заходишь в туалет, он сразу начинает жужжать. Далее у нас кухня. Так как квартира, она угловая, и на кухне много углов, как-то смещается полезная площадь, не очень удобно. Клиент также принял решение эту часть лоджии тоже сделать жилой. То есть, мы демонтировали блок, немножко расширили проем на критич, и эту лоджию сделали также теплой. Здесь точно такая же ситуация. Здесь теплые полы, утеплитель, трубы теплых полов, стяжка, батарея. Такая же теплая рама. Получили точно такой же теплый результат. Здесь также все тепло и комфортно, как в квартире. Также здесь будет стоять холодильник, есть розетки, есть свет. В общем, все предусмотрено для удобного использования. В принципе, на этом, наверное, мы наш обзор закончим. Кто помнит, какая это была квартира, как мы ее получили от застройщика, какие они изначально серые, некрасивые, мрачные, и в итоге они превращаются в такие уютные, красивые помещения. Если вы смотрите за нами, может быть, нуждаетесь в исполнении ремонта, мы будем рады вас видеть в лице наших клиентов и постараемся сделать ремонт для вас на 5 с плюсом. На этом все. Всего хорошего. Всех с наступающим Новым годом 2018 года. С вами был Андрей, компания «Новая эра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова